С вами Алексей Ницца и сегодня я расскажу, как сделать стильную презентацию, используя онлайн-сервис HaikuDeck, которым я сам активно пользуюсь. Название Haiku переводится как Hoku, разновидность японского стиха. Сервис в полной мере отражает философию Hoku и отличается максимальной простотой и отсутствием лишних функций. HaikuDeck также имеет бесплатное приложение для iPad и позволит за несколько минут создать стильную презентацию. Ресурс имеет свою библиотеку презентаций, которую создали другие пользователи. Здесь в том числе можно найти вдохновение для своих работ. Я покажу функционал HaikuDeck на примере веб-сервиса. Для начала работы необходимо зарегистрироваться или войти с помощью аккаунтов в социальных сетях. Для того, чтобы создать новую презентацию, необходимо нажать на Create New Deck. Так выглядит редактор презентации, который отличается функциональной минимализмом. Свою презентацию можно сделать открытой для всех, приватной или доступной тем, у кого есть ссылка. Для начала работы нужно выбрать тип слайда и добавить текст. Здесь нет настроек шрифта. Все настраиваются автоматически, так же, как и все изменения сохраняются без участия пользователя. Открыв вкладку с темами, можно выбрать подходящую. Тема влияет на шрифт и расположение элементов. Переходим в раздел картинок и для начала перейдем в обкладку графиков и диаграмм. Здесь так же легко можно изменить цвет фона слайда. Добавим еще один слайд, на который добавим график. Доступен только один вид, но управление очень удобно. Можно добавить подписи к столбцам и, меняя числа, столбец автоматически поменяет свой размер. Теперь добавим еще один слайд и создадим список, просто выбрав тип слайда, после чего можно добавить фоновое изображение, которое автоматически затемнится, если стоит соответствующая галочка. Создадим еще один слайд, где поработаем с добавлением изображений. Главное преимущество сервиса, на мой взгляд, это поиск фото и картинок с лицензией Creative Commons по ключевому слову. Это значит, что вы будете использовать только правомерные изображения, а сервис сам найдет ссылки на источники. В основном поиск изображения сервиса ведется по Flickr. После добавления изображения на слайд его можно приблизить или удалить, а также поменять расположение на слайде, используя своего рода джойстик. Также к каждому слайду есть возможность добавить заметки. Сервис дает возможность легко менять расположение текста на слайде по существующим вариантам. Вернемся к первому слайду и загрузим свое фоновое изображение. Сервис позволяет сделать это с компьютера или подключить аккаунты онлайн-сервисов и социальных сетей и добавить картинку оттуда. Для примера я подключил свой Инстаграм и добавлю свое фото. После того, как презентация готова, ее можно посмотреть, нажав на иконку «Просмотр». Также при возникновении вопросов можно перейти в раздел «Help», нажав на значок вопроса. Готовую презентацию можно экспортировать в SlideShare, а также скачать как PDF или PPT-файл. Презентацию можно поделиться в социальных сетях или вставить на свой сайт. Главное при этом обратить внимание на то, чтобы презентация была доступна для всех. Необходимо также выбрать категорию, к которой лучше отнести вашу презентацию, чтобы другие пользователи смогли ее найти по релевантному запросу. Для примера я скопирую код и вставлю презентацию на свой сайт. Так презентация отображается на сайте. Управление простое, можно листать слайды или включить автоплей. Теперь покажу еще одно преимущество использования ресурса для своих презентаций. Представьте, что вам нужно дополнить презентацию или изменить информацию на слайдах, при этом презентация уже опубликована на вашем сайте. Для этого вы добавляете нужную информацию, а обновление произойдет автоматически. Как пример я добавлю еще один слайд, где покажу возможность добавления диаграммы. Опять же, ничего лишнего, можно изменить лишь числовые значения и поменять отображение на проценты. Просто и удобно. После внесения изменений в презентацию я обновлю страницу на своем сайте и вижу, что презентация автоматически обновилась. Это очень удобно и поможет сэкономить много сил и времени. Возвращаясь в хайку, я перехожу в общий список своих презентаций и нажму на только что созданную. Здесь можно посмотреть информацию по каждому слайду и ссылку на источник фото, что также очень удобно. Таким образом, данный сервис поможет быстро создать стильную презентацию, а также вносить изменения и автоматически обновлять встраиваемые презентации. При этом сервис имеет свою библиотеку общедоступных презентаций, где каждый сможет найти вдохновение и идеи для своих проектов. Субтитры создавал DimaTorzok